Глава региона Игорь Кошин выступил с ежегодным докладом о своей деятельности и деятельности администрации Ненинского округа. Его содержание заранее не разглашалось, выступление главы субъекта длилось около получаса. За это время он смог объять необъятное, затронул практически все основные направления развития Ненинского округа. Оглашение доклада состоялось во время внеочередной сессии окружного собрания депутатов. Главные тезисы в отчете Игоря Кошина – власть должна быть дееспособной и модель управления эффективной. Глава региона Игорь Кошин оглашает доклад перед законодателями, главами Наринмара, Заполярного района и руководителями различных ведомств. Прошлый год для НАО стал некой перезагрузкой. В управлении регионом удалось выявить все системные ошибки, после чего была сформирована новая команда. Уважаемые коллеги, в един день голосования в сентябре 2014 года мы все вместе здесь присутствующие получили высокий кредит доверия избирателей и обязаны доверие оправдать. Повысить эффективность бюджетных расходов, сократить сроки принятия и исполнения решений, снизить административные барьеры, повысить оперативность и качество предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг. Чтобы решить эти задачи, работать придется много, добавил Игорь Кошин. Однако, многое уже сделано. Некоторые вопросы давались непросто, но власти сумели найти точки соприкосновения и выработать определенный алгоритм эффективных решений. Ее фундамент заложен в принципе. Власть должна быть дееспособной, модель управления территорией эффективной. Для создания условий дальнейших преобразований в округе нам необходимо было на этом фундаменте выстроить основу. И у нас вместе с вами это получилось. Прошлый год для региона вообще стал особенным. Подписан договор с Архангельской областью, все полномочия теперь снова у нас. Еще одно важное событие прошлого года – принятие окружного 95-го закона. Часть полномочий из органов местного самоуправления перешли на более высокий региональный уровень. Мы реорганизовали структуру органов исполнительной власти, отказавшись от громоздкой системы из более чем 21 органов власти в статусе юридического лица. И вместо этого на сегодняшний день у нас 12 органов власти исполнительных юридов. При этом администрации Ненецкого округа удалось практически невозможное – повысить персональную ответственность руководителей этих 12 органов власти. Все внутренние преобразования происходили на фоне усиливающегося внимания государства к развитию арктических территорий. И мы старались быть центром событий, поскольку для нашего региона это чрезвычайно важно. Ненецкий автономный округ – это часть российской Арктики. И часть весьма значимая, учитывая его стратегические нагрузопасы для страны. Доступ ко всем ресурсам должна обеспечить развитая инфраструктура региона, а значит первоочередная задача властей – раскрыть наш субъект. Работа уже идет. В 2014-м добыча углеводородов в регионе увеличилась почти на 6% и в прошлом году составила 13,5 миллионов тонн. Объем инвестиций составил более 84 миллиардов рублей. Это почти на 30% выше, чем в предыдущем году. Прошу обратить на эти цифры особое внимание. Это очень серьезные показатели. В абсолютных цифрах рост объема инвестиций в экономику округа составил в прошлом году 25 миллиардов 600 миллионов рублей. Безусловно, удержать такие темпы роста в новых экономических условиях чрезвычайно сложно, но как минимум мы обязаны их сохранить. Особое внимание в этом году, по мнению губернатора, стоит уделить исполнению майских указов президента. В целом же говоря о 2014-м регионе, в этом направлении удалось достигнуть запланированных показателей. От наших грамотных действий, уважаемые коллеги, зависит повышение качества жизни населения. По сути, это основной индикатор, определяющий дееспособность власти. Качество жизни человека напрямую зависит от его здоровья, от тех условий, в которых он проживает, от состояния тех дорог, по которым он передвигается и так далее. До получения паспорта качества нашему региону, положа руку на сердце, еще далековато. Но мы стремительно набираем обороты. Укомплектованность больниц врачами достигла 90%. Средним медперсоналом почти 94%. Но данную работу необходимо продолжать. ЖКХ – еще одно важное для НАУ направление. В прошлом году в эксплуатацию введено порядка 500 квартир. Но этого недостаточно. Игорь Кошин считает, строить нужно больше. Но, чтобы решить жилищную проблему в более сжатые сроки, нужно ставить перед собой более амбициозные задачи, увеличив эту цифру как минимум вдвое. Решение этой задачи невозможно без изменения самих подходов к строительному процессу. Суммы ежегодного неосвоения бюджетных средств на строительство социально значимых объектов и жилых домов измеряются, к сожалению, сотнями миллионов рублей. Долгостроенные территории округа стали привычным явлением, нормой. Передача полномочий из органов МСУ в Ненецкий округ как решение проблемы. По мнению главы региона, строить жилье и социальные объекты необходимо по прозрачной схеме. Быстро и качественно. Дороги в том числе. Не надо никому объяснять, что дорожная проблема – одна из самых актуальных в нашем регионе. По сути, нам удалось сдвинуть решение этой проблемы с мертвой точки и получить поддержку правительства еще в прошлом году. Но на бумаге результат мы увидели 5 марта. Речь идет о выделении федеральных финансовых средств при условии софинансирования загруженного бюджета на дорожное строительство. И понятно, что в первую очередь речь идет о дороге на Рима-Усинску. В своем докладе Игорь Кошин затронул и вертолетные площадки, что в населенных пунктах региона. Их в скором времени снова вернут в собственность округа. А значит, появятся реальные перспективы. Не дадут в обиду власти субъекта и морской торговый порт. По словам главы субъекта, его планируют передать в собственность округа в этом году. После чего в реконструкцию порта намерены вложить порядка 500 миллионов рублей. Для приведения его в соответствии с нормативными требованиями. Затем газификация села-деревень. Администрация Ненецкого округа и компания «Газпром» имеют общее соглашение, согласно которому постепенно к газу будут подключаться населенные пункты региона. Не все, конечно, но это тоже реально. Так же, как и вывести из трудного финансового положения окружные предприятия. Но Рима-Усинску не исключение. Всего переходящего убытками из-за безграмотных, это, мягко говоря, действий бережного руководства по изначально провальному для предприятия объекту строительства автомобильной дороги на Рима-Усинске. И у меня принцип вкладывается такой, что по всем контрактам, которые, значит, это предприятие у нас выигрывало, в том числе и по гружным, и по городским, да, у нас, Диана Васильевна, значит, практически по всем, идет и невыполнение, и все контракты у нас почему-то оказываются убыточны для данного предприятия. По прошлому году, если я не ошибаюсь, прямой убыток составил свыше 100 миллионов рублей. Доклад губернатора длился всего около получаса, а работы теперь на долгие годы вперед. Игорь Кошин рассказал и о планах на будущее. Их действительно много. В своем выступлении губернатор охватил все сферы жизни, и практически каждый, сидящий в зале, услышал для себя определенные задачи. Алина Волучейская, Олег Хатанзейский, Сергей Качиков, Телеканал Север.